Хабаровское предприятие расширило производство экологически чистого топлива и вышло на международный рынок. Компания Рустранс ДВ получила помощь от Центра поддержки экспорта Хабаровского края. Завод выпускает пеллеты для отопления домов. С подробностями Максим Мерсон. Гранулы, которые я держу в своих руках, это и есть пеллеты. Экологически чистое топливо, которое используется для отопления производственных помещений и жилых домов. Около 500 тонн продукта уйдет в Южную Корею уже в этом месяце. Рустранс ДВ выпускает пеллеты с 2019 года. Отходы от производства пиломатериалов проходят термическую обработку и прессуются. Пеллеты пользуются спросом и на внутреннем рынке, но в планах компании – расширение экспорта. Запросы на экологически чистое топливо поступают из Кореи, Японии и европейских стран. В 2020 году предприятие обратилось за помощью в Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Производителю оплатили транспортные расходы на доставку топлива за рубеж, а также помогли получить международный сертификат, подтверждающий качество продукции. После введения санкционного режима действия многих международных сертификатов были приостановлены по решению сертифицирующего органа. И мы ищем альтернативные варианты подтверждения качества нашей продукции, потому что спрос на нее не падает. В ближайших планах – открытие второго завода по производству пилет на территории поселка Хор. Субсидия на экспортные перевозки позволила компании сэкономить средства, которые пойдут на увеличение объемов производства. Мы их в производство обратно и возвращаем, потому что нам на самом деле нужно дальше расти, потому что запросов от клиентов из Южной Кореи все больше и больше. И нам чем больше этой поддержки, тем быстрее мы увеличиваем производственные мощности. Сейчас объем производства составляет от 500 до 700 тонн в месяц. Второй завод будет выпускать еще тысячу. Штат сотрудников увеличится более чем вдвое. Запуск нового предприятия планируется в октябре. Максим Мейерсон, телеканал «Губерния».